Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий и, сидящим в стране и тени смертной, воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Во имя Отца и Сына и Святого Духа, с воскресным праздничным днем вас сердечно поздравляем, дорогие братья и сестры, неделя 34 по Федидесятнице, неделя по Богоявлению, то есть воскресенье после праздника Крещения Господня, Богоявления. Сегодня Святая Православная Церковь, Русская Церковь, она поминает угодника Божия из новомучеников, священника Владимира Хираско. И вот вы видите здесь у нас на столбе как раз иконы Отца Владимира Хираско, украшенные, я низкий поклон нашим женщинам, которые с любовью так это все делают, украшают икону. И хочу сказать, что завтра мы будем, Церковь прославляет икону Божией Матери Млекопитательницы, вот она у нас здесь, это завтра будем молиться ей особо, сугубо, перед иконой Божией Матери Млекопитательницы. Но вопрос, почему у нас находится икона новомученика Владимира Хираско, причем украшенная у нас, я хочу сказать, что эта икона, одна из самых первых икон, которая в Белоруссии была написана, новомучеников белорусских. Еще раз вопрос, почему. Дело в том, что в начале 90-х годов по просьбе общества инвалидов по зрению, общества слепых наших, я был духовником в обществе слепых. Руководил тогда этим обществом удивительный человек, прекрасный, слепой он был, не тылькин, он был депутатом Верховного Совета Республики Беларусь. И приходилось участвовать в различных мероприятиях со слепыми и проводить беседы с ними. Достаточно сказать, что вот здесь недалеко от нас, вы знаете, есть реабилитационный центр общества инвалидов по зрению. Многие знают, мы здесь живем в этом районе. Там же их производственные мастерские, известные, они много каких изделий хороших, качественных выпускают. Я как раз освещал начало строительства этого реабилитационного центра. А сегодня наши контакты и дружба продолжаются. И вы знаете, что там, в центре, мы оборудовали, наш с вами приход оборудовал часовню у Матроны Московской. И отец наш, Владимир Шичко, он еженедельно, каждый понедельник проводит встречи со слепыми, проводит с ними беседы и молится вместе с ними. То есть эта дружба наша продолжается. Ну вот, мне пришлось где-то в этих 90-х годах посещать и их административное здание. И там был музей. Вот они мне показали этот музей истории общества слепых в Беларуси. И я там впервые увидел фотографию церкви, иконы Божией Матери Всескорбящих Радостей. Там был и внешний вид ее, и иконостас. И первый раз я увидел как раз фотографию священника отца Владимира Хираска, настоятеля церкви Всескорбящих Радостей при училище слепцов, так она называлась в то время. Слепые в городе Минске до революции, они жили как раз, такая целая как бы слобода была их, где они жили. Это по улице нынешней Мясникова. Ну, многие знают, где это улица Мясникова, да? Там же было их училище для слепых людей. Руководил этим училищем такой господин, который много сделал для слепых. Они его очень поминают, и даже у них есть награда его имени, Сданович. Так вот, он заметил, этот директор училища, что тяжело слепым на воскресные дни на службы православной пребывать в храмах, потому что, ну, во-первых, это они не видят, и в толпе большой людей обычных, да, трудно им было. А рядом вот с этими, с этой улицей Мясникова, мы с вами знаем, там дальше Петропавловский собор, тогда он был Екатерининский собор, далековато. А здесь рядом с ними недалеко была железнодорожная церковь, деревянненькая, Казанская икона Божьей Матери. Мы знаем, что в Минске было две железнодорожных церкви Казанской Божьей Матери. Один каменный собор на вокзале, и вот здесь, вот на площади Мясникова, на площади Мясникова как раз стояла эта деревянная церковь Казанской Божьей Матери. Будете проезжать, гляньте, там еще два дерева таких старых стоят, как раз это деревья, которые росли в ограде церковной, вот церкви, как раз Казанской Божьей Матери, железнодорожной деревянной. Ну, каменная была взорвана еще в 30-е годы, а уничтожили эту деревянную церковь где-то в 60-е годы. Это была близко от училища, это церковка небольшая, и, конечно, это была проблема для слепых. И тогда Сданович задумал все-таки построить специальную церковь при училище слепых. Он предпринял такую поездку в Санкт-Петербург для сбора пожертвований для строительства, и был принят очень радушно, даже на высочайшем уровне. Уровни его поддержали. Он собрал эти средства. Самое важное для нас с вами, даже для нас с вами, я имею в виду, что тогда он получил благословение от отца Иоанна Кронштадтского на строительство в Минске церкви всех скорбящих радостей. Чтобы в Минске была церковь всех скорбящих радостей. И я, когда это все увидел, я потом... У нас было тогда создано молодежное братство, в начале 90-х годов еще палатка была. И тогда мы с нашей молодежью, с ребятами разговаривали, и они приняли тогда решение, чтобы им небесным покровителем нашего молодежного братства, и до сих пор так оно и есть, как раз стал отец, новомученик Владимир Хираско. И кто был в братской комнате, если вы заметили, там большой портрет отца Владимира Хираско. Кто хочет увидеть лицо этого святого, то на втором этаже нашего корпуса учебного, когда мы идем молиться на второй этаж, да? Там как раз вот эта вот портретная галерея, уже усопшей Любови Громыко, она написала все эти портреты еще когда святых... Когда святых, когда многие из них еще не были причислены к лику святых, только открыли еще в 90-е годы архивы КГБ, когда мы начали интересоваться, как все это происходило. Тогда открылись и... Дело открылось и Владимира Хираско, священника. Вот тогда была эта идея наша и ее Любови Николаевны Громыки, чтобы написать портретную галерею вот этих новомучеников. В Минске только епархия у нас там. Вот кто хочет посмотреть отца Владимира Хираско, как он выглядел, так сказать, с фотографией сделан портрет, то там как раз вот только заворачиваем за угол в церкви, то там есть его портрет отца Владимира Хираско. Церковь была построена, отец Владимир был настоятелем. Сданович он добился от правящего архиерея таких уникальных, как бы, ну, для жизни церкви явлений, что ли. То есть он упросил правящего архиерея, чтобы по окончании всеночного бдения или вечерней службы он разрешил и он благословил действительно колокольный звон. То есть в конце службы они, был колокольный звон, он ввел такой интересный обряд, ну, порядок такой, что слепые после службы возжигали свечи и они шли с фонариками такими разноцветными, как бы растекались от этой церкви всех скорбящих радостей. Звон колокольный был, это одновременно в сердцах был праздник такой, что только что совершилось что-то необычное в их жизни. Они одновременно, мы с вами понимаем, для слепых это очень важно, когда они слышат, откуда идет звон, и можно сориентироваться, куда идти. Отец Владимир Хирасков, он родился в 1874 году на Украине, но в 25 лет он был рукоположен в Иерее, и он переехал в Беларусь, и вот в нынешнем Черненском районе, в деревне, в селе Юревичи он там служил. Он показал себя очень, он вообще очень добрый был, любящий человек. Его так любили прихожане, за его доброту и любовь, за его глубокую веру такую. И кроме того, он показал такие педагогические способности. Он преподавал, и это было замечено, конечно, священно началием, и в общем-то его упросили, и он в 1911 году переехал в Минск. Тогда он стал настоятелем Церкви Всескорбящих Радость, и он преподавал, кроме того, и в мужской, и женской гимназиях. Я почему говорю вам о и благословении отца Иоанна Кронштадтского, потому что мы решили таким образом все-таки, что отец Иоанн Кронштадтский, он благословил, чтобы в Минске была Церковь Всескорбящих Радости. Наша церковь, вот общество слепых, деревянная церковь Всескорбящих Радости, была снесена, когда строили Дом правительства. Вот он попал под пятно застройки, и эту церковь снесли. Но мы до сих пор считаем, что это благословение отца Иоанна Кронштадтского, как раз это благословение того, чтобы в Минске был храм Всескорбящих Радостей. Мы почитаем дерзновенно, что это благословение перешло на нас с вами, и именно поэтому нас, может быть, и удивляет, но радует то, что Господь так помогает нам в строительстве нашего большого комплекса, которого никогда в истории Минска никогда не было, и такого собора большого никогда в истории Минска не было. А вот он уже у нас идет к завершению его строительства. Поэтому мы исполняем благословение отца Иоанна Кронштадтского и думаем, что это благодаря его благословению Господь нам так вот и помогает нашему с вами приходу. Ну а отец Владимир после революции, конечно, как и все, уже в 19-м году дважды его арестовывали, отпускали. За какие деяния они поддерживали митрополита Милхиседека, который тогда главу Минской епархии уже арестовали. Ну а раз поддержали, значит, вот и они тоже подлежали аресту. Первый раз в 1926 году его уже все-таки в ссылку отправили. В 1929 году он вернулся и опять служил в Минске в церкви все скорбящих радость. Ну а в 1929 же году его и опять вторично арестовали, хотя он уже здоровье потерял в ссылке и в тюрьмах, где он был. И отправили его в ссылку уже в Сибирь. Там он ослеп окончательно и совершенно потерял здоровье. Уже в 1932 году его вернули. Он приехал, правда, не в Минск, а в Смоленск или в Брянск, вот тут мы еще не знаем. И там он скончался. Вот тот день, который сегодня мы с вами поменяем, это очень интересно. То есть, когда наши братчики начали узнавать и составлять его житие, вы знаете, нашли его дочь. В семье было пять детей. Вот матушка осталась одна и вот так она, она его поддерживала. Он не отказался снять крест или отказаться от своей веры. Таким образом погиб. Она воспитала этих детей. Наши братчики ездили в Москву. Она была последней дочкой, так сказать. Она была жива еще. Они с ней встречались. Привезли оттуда несколько фотографий. Вы знаете, что такое хранить фотографии. Или кому-нибудь сказать, что отец был священник в советское время. Это была, конечно, большая проблема. Но вот видите, подвиг совершен был. И эти фотографии сохранились. Мы привезли их оттуда. А потом нас нашли как раз вот из Смоленск или Брянск. Я тут точно не могу сказать. Тоже молодежь оттуда, которая тоже собирала сведения отца Владимира Хираска. Они обращились к нам в Минск. Наверное, у нас прочитали на сайте, что мы почитаем отца Владимира Хираска. Они тоже работали над тем, чтобы дело вести к прославлению его. И так и получилось. Он прославлен и в России отдельно. Сначала был как место чтимый святой. А сейчас уже почитается всей нашей церковью. Одновременно, второй день, когда мы его упоминаем, это уже в соборе белорусских святых. Там есть и новомученики, и вообще все святые вместе в земле белорусской просиявшие. Вот такой интересный сегодня день, дорогие братья и сестры, почему эта иконка наша вот таким образом и украшена. Я хочу сказать еще один удивительный момент. Здесь в нашем Фрунденском районе, в нашем с вами благочинии втором городском, зарегистрирован приход, новый приход совершенно. Кто знает, по улице Матусевича, там есть в советское время такая фабрика Сукно. Вот в этой фабрике Сукно, в административном центре, в корпусе отдали помещение для новой церковной нашей общины, которая зарегистрирована во имя мученика, новомученика Владимира Хераска. То есть сегодня наших с вами братьев и сестер в нашем же с вами районе у них престольный праздник. Опять же, почему Владимира Хераска, эта вот община наша церковная зарегистрирована? Дело в том, что отец Дмитрий Ворсен, настоятель, он уже несколько лет работает со слепыми детьми. Он также был в этом музее и также видел, вот, и почувствовал, насколько вот огромную роль сыграл отец Владимир Хераска в свое время для слепых города Минска. Вот мы, например, нашли даже такие свидетельства еще прихожан, которые еще были живы, которые очень любили отца Владимира Хераска, я еще раз повторюсь. И, например, за что его в первый раз в ссылку послали. На Пасху, когда был праздник, в церкви всех скорбящих радостей, пришли, приехали туда, машина была там, значит, противники религии, и они там орали, кричали, они мешали службе, там были надеты, надеты в чертей там, там всяких таких, и они там все это делали с факелами, так как это было все ночные дни, и поджегся тот человек, загорелся, который был в черт одет. Самое интересное, что и безбожники, они разбежались, а верующие выскочили из храма, стали помогать, и там спасли там человека, да, затушили этот пожар там, который возник там и так далее, и так далее. И за это отца Владимира послали в ссылку. Сказали, что он виноват в том, что зажегся этот вот человек, одетый в черт. Ну, вот так вот, это все в те времена, так оно и было. Это мы с вами помним, дорогие братья и сестры. Святый Новомученчий Владимире, моли Бога о нас! Ну, а сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, слышали евангельское чтение, которое рассказало нам о том, что когда злочестивый царь Ирод схватил Иоанна Крестителя под стражу и посадил в темницу, тогда прибежали ученики Иоанновы Господу Иисусу Христу, сказали об этом, Господь очень скорбел. Сегодняшний Евангелие это не говорит, а в другом Евангелии сказано, что он пошел, даже уединился в уединенное место, там молился, пребывал в молитве, тогда они, иудеи, с учениками ушли в Галилею. И тогда вот, это как раз было, после того, как Господь крестился, после того, как Господь был искушаем дьяволом в пустыне 40 дней, вот после этого как раз, и Господь вышел из Назарета и поселился в Капернауме на берегу моря Тибериадского. И вот тогда-то началась проповедь Господа о том, что покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Мы с вами знаем, что Иоанн Креститель тоже начал свою проповедь с этого же призыва «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Но у Иоанна Крестителя была цель, он был предтечей Мессии. Ему нужно было очистить сердца иудеев, чтобы они чистые сердцем Бога увидели, чтобы они увидели Мессию, приняли Его. Он готовил народ к принятию Мессии. Уже этот же самый призыв Господа Иисуса Христа уже звучал немножко по-другому. Он пришел для того, чтобы благовествовать, то есть спасительное учение принести сюда к нам, спасти нас от власти людей, от власти дьявола, от власти греха, и уже вести нас непосредственно в Царствие Небесное. Потому что Господь Сам говорил, что Он есть путь, истина Он и жизнь. Он принес в этот мир истину, Он есть путем. Если мы за Ним пойдем, то мы как раз и обретем эту вечную жизнь, которую призывает нас Господь. Поэтому, братья и сестры, мы слышим этот призыв Господа и слышали сегодня в Иоанновском чтении, как раз Евангелист Матвей привел слова пророка Исаии о том, что народ сидел во тьме, это имеется в виду как раз галилеяне, они сидели во тьме и вдруг увидели они свет великий. Люди, которые сидели во тьме и в тени смертной, воссиял им этот великий свет. Почему так сказано о галилеянах? Мы с вами знаем, что эта галилея была ограничена с языческими государствами, языческими народами, и много-много, большое очень влияние было язычников на них. Поэтому вера и была искажена. Почему сидели во тьме? Я думаю, часто говорю, обращаясь к каждому из нас с вами, да мы также в таком же состоянии с вами были в свое время. Мы разве не сидели во тьме до того, как мы стали верующими? Когда мы стали верующим, вот этот порог, то мы изменились, изменился нас сражен, изменилось наше восприятие окружающего мира. Мы действительно вдруг обрели истину, мы поняли, что происходит. Мы поняли очень главные вещи для каждого человека, нормального человека, что жизнь наша бессмертна, бессмертно наше бытие в этом мире. Сначала это душа, потом и даже и плоть наша будет воскрешена бессмертно. И тогда надо задуматься действительно о нашем бытии на этой земле. И когда вот это открылось, то это действительно открытие света. Вот почему пророк Исаий говорил о том, что свет увидит великий свет, вот эти народы галилеи, которые погрязли в этой темени греховной. Того, чего добился дьявол. То есть, в чем темень этого и пребывание в тени смертной и во тьме, она как бы проявлялась. Тем, что они считали, что грех это уже, тогда уже считали, дьявол добился этого, что грех это не грех, это обычное поведение человека. То есть, широкий легкий путь, ведущий погибель. Все так поступают, я так поступаю, ничего тут такого и нет. А Господь открыл нам совершенно другую истину, что как раз это поведение, оно и ведет людей в погибель. И Он указал путь совершенно иной. И еще один момент очень важный. И Господь нам с вами сказал, обратился. Да пускай светит свет ваш при человеке, который увидит ваши добрые дела и прославит Отца вашего, и Жены, которые на небесах. То есть, получается, Господь говорит о свете, не о том, который где-то там, не знаю, на небесах или где-то там вдалеке. Царствие небесное внутри нас есть. Вот оно здесь, наше Царствие небесное. И свет, о который принес Господь в мир, он не где-то там, еще раз повторяю, светит, а в душе каждого человека. Поэтому и нам нужно с вами, родные мои, задуматься. Да светит свет вас пред человеке. То есть, мы должны светить вот этим светом истины перед людьми. Потому что, если кто-то из нас работает на работе и говорит там своим, свысока, с гордостью, что вот сейчас крещенский сочельник, и я щиро пощусь, ничего не пила, ничего не ела, а тогда вопрос, а чего ты, так ты что, церковная? Да, конечно же, я вот пощусь таким вот образом. Так ты же осуждаешь всех хуже, чем кто. Ты же злая, ты же ненавидишь, ты же брызишь слюной с ненавистью на безбожников. На нас кричишь, что мы погибающие и тому подобное. Родные мои, кто отец зависти? Дьявол. А кто отец зла и ненависти? Дьявол. Вот и получается, что, как мы говорили, Господь сказал, Он сказал, что нельзя служить Богу и мамоне. Нельзя, чтобы в человеческом сердце пребывала и ненависть, и одновременно любовь. Такого не бывает. Либо там ты, либо там. Поэтому Господь и сказал, кто любит меня, тот исполняет Слово Мои, то есть заповеди Мои. Наша с вами задача, это именно исполнять заповеди. Если мы слушаем Господа, то действительно, получается, мы освящаемся изнутри благодатью Божией. Тогда действительно люди, видя нас, видя наши добрые дела, поведение наше, то, что от нас изливается, именно любовь ко всем, жалость, сострадание к людям, вот тогда действительно люди будут прославлять Отца нашего и же на небесах. Вот такое сегодняшнее Евангелие мы с вами слышали. Спаси и сохрани вас Господь, дорогие братья и сестры. Аминь.